Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу предложить вашему вниманию ещё один ролик. Навеян он очередным материалом, развенчивающим в интернете и кричащим о том, что экстрасенсы – это развод и обманщики. Вы знаете, не люблю спорить с людьми, если человеку выгодно занырнуть в колодец с канализацией и кричать, что кругом него весь мир – сплошная канализация. Это его право, его выбор, и мешать ему в этом, наверное, не имеет смысла. Ну а тем, кто всё-таки видит в этом мире не только канализацию и среди экстрасенсов не только мошенников и разводилов, я предлагаю каждому попробовать себя и свои экстрасенсорные способности. Я дам практику, она относится к разряду продвинутых. Она будет называться, назовём её разговор на уровне бессознательного с человеком. Когда она применяется? Она применяется в том случае, если вам надо легко решить какой-то вопрос. Ну вот пример решения вопросов. В этом устраивайтесь на работу. И вы знаете, что у вас будет собеседование вот с таким-то человеком. И вы можете проделать эту практику. И в дальнейшем, каким образом проявляется она в жизни? Вы приходите на собеседование, и те вопросы, которые вы в этой практике уже проговорили, они вам уже больше не задаются и проходят как само собой разумеющееся. И человек принимает вашу, ну выбирает вас. Его решение будет в вашу пользу. Это же можно применять, например, если у вас ведутся какие-то дела, вплоть до судебных тяжб. Это можно применять, когда надо внести какую-то ясность во взаимоотношения с человеком. Вот вы чувствуете, что он недопонял вас или придумал себе там что-то, а вы из-за этого чувствуете неловкость и страдаете. Или с шефом, или ещё где-то. Применений очень много. Практика стрёмная. Вы в конце ролика, я дам ключики, потому что выглядит она реально очень просто. Но на выходе у неё есть свои подводные камни, которые могут иметь другое проявление в жизни. Итак, сама практика выглядит каким образом? Вы садитесь так, чтобы у вас спина была прямая. Можно к спинке стула прижаться, можно так. Можно сесть в кресло удобно. И старайтесь максимально расслабиться через вдох и выдох. И через расконцентрацию. Переносите внимание на стопы, на колени, на колени, на бёдра, на живот, на грудную клетку, на кисти рук. Проходите внимание по грудной клетке, шеи, лицу, волосам. Делайте глубокий выдох, вдох и всё глубже расконцентрируйтесь. Глубокий вдох, выдох и всё глубже расконцентрируйтесь. Можете перенести внимание и сосредоточиться на дыхании. Как холодный воздух входит в ваш нос, тёплый выходит. Холодный входит и тёплый выходит. И с каждым вдохом вы проваливаете себя всё глубже и глубже. Погружаетесь в себя всё дальше и дальше. В какой-то момент глаза переводите в область лба. И смотрите физическим зрением, смотрите в область третьего глаза. Вдох, выдох. И в определённый момент вы начинаете подтягивать внутреннее состояние. Отследили его. Мы уже делали эту практику, мы её сейчас повторяем. Отследили его. И вытягиваем в радость и выше. Стараемся дотянуть до лба. Но в любом случае до радости нам дойти обязательно надо. И вот мы в состоянии такой расслабленной, спокойной радости. Обращаемся к своему высшему Я, кто-то к Творцу, кто-то к Богу, кто-то к кому захотите, кому вам комфортно. Вот обращаемся к своему бессознательному, я буду называть это так, и говорим, я хочу разговаривать с таким-то человеком. И представляем себе этого человека. Вот этот человек появляется, и вы можете сказать ему всё мысленно, что вы ему хотите сказать. Говорите медленно, чётко и старайтесь ещё держать образы в своей разговорной речи, если она предполагает образность. И вы слышите, что он вам отвечает, и вы отвечаете на его вопросы. Таким образом выстраивается диалог. Диалог может длиться какое-то время. В изменённых состояниях сознания время протекает очень быстро. То есть вы можете сесть в медитацию, а выйти из неё через 2-3 часа, и вы не заметите, как схлопнулось время. Такое бывает, и это нормально. Итак, после того, как вы решили все свои вопросы на ментальном уровне, ответили на вопросы человека, в конце диалога постарайтесь либо пожать с ним друг другу руки, либо обняться. Но в любом случае проститесь с любовью. После этого вы его благодарите за внимание, и вы расходитесь. Благодарите бессознательное за эту возможность побеседовать с человеком. И возвращаетесь. Выходите из изменённого состояния сознания, делая глубокий вдох-выдох и открывая глаза. Смотрите, какие подводные камни. Практика простая. Может абсолютно каждый человек. Но результаты. Как будут сказываться результаты? Если у вас очень активный ум и с экстрасенсорными способностями, экстрасенсорные способности – это сверхчувственное восприятие, то есть умение чувствовать, умение визуализировать, умение получать информацию из внешнего окружающего мира шире, чем обычный человек. То есть если вы с экстрасенсорными способностями не дружите в данный момент времени, то у вас при активном уме, при активной программе ума будет разговор самим с собой на уровне ума. Не на уровне бессознательного, а на уровне активной программы ума. Вы поговорите сами с собой, и на этом все закончится. Это не будет иметь никакого влияния на человека в жизни. Если же у вас хорошо с экстрасенсорикой, если же вы действительно можете входить в определенное измененное состояние сознания и достаточно глубоко релаксировать и расслабляться, и работать в этих состояниях, то дальше развитие событий будет выглядеть так. Вы приходите к этому человеку, и все, вопрос решен. Потому что все больные вопросы вы сняли еще на бессознательном. Он их забыл, бессознательное выкинуло, и он уже неосознанно... Люди действуют по автоматическим реакциям. Как собака Павлова, да, слюна выделяется. Вот он привык к такой ситуации выделять эту слюну, он так и будет действовать. И если изнутри к нему никаких дополнительных не приходит моментов, то он ровненько отработает так, как он привык реагировать. И точно так же ваш шеф, судья, начальник, кто угодно, тот человек, с кем вы вели внутренний диалог, главное, чтобы у него в бессознательном не было больше вопросов, не было больше зацепов, которые выведут его и заставят задуматься в моменте здесь и сейчас, включиться и сказать, ой, нет, стоп, 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 давайте мы с вами поговорим. Вот. Если эти все вопросы внутренне разрешены, то вы имеете положительное решение своего вопроса в наикратчайший период, при первой же встрече. Если же эти вопросы не всегда решены, значит, тренируемся, господа. Экстрасенсорные способности развиваются абсолютно у каждого человека. Экстрасенсорные способности тренируются благодаря определенным физическим упражнениям, определенным упражнениям по визуализации, определенным упражнениям по энергетике, определенным упражнениям по работе с информацией. Это разные блоки упражнений. Их можно соединять, их можно вместе использовать. И если у вас будет желание это тренировать, ради бога, обращайтесь. С вами была я, Наталья Зайцева. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok